Амичемасова жалуется в полицию на интернет мошенников. Обманули на Авито. Самое частое обращение. Количество таких преступлений растет с каждым днем. Как не стать жертвой мошенников, расскажет Ольга Качкурова. Площадка в интернете для торговли из рук в руки. Удобный сервис. И в первую очередь для мошенников. Бабушка и дедушка Алексея Вагапова убедились в этом на собственном примере. Собирались делать забор вокруг дома, нашли рабочего. Но заработали только нервное расстройство. Переживают так сильно, что сами рассказать о своей беде не смогли. Он приехал, снял замеры и просил предоплату. 20 тысяч. Вот они ему перечислили на карте 20 тысяч и он пропал. История Алексея – капля в море. В социальных сетях созданы десятки специальных групп, где пострадавшие оставляют свои жалобы. Мошенница. Эта дама продает детские вещи на Авито. А после поступления денег на карту блокирует. Хотел приобрести модем. Перечислил 500 рублей некому Андрею с Красноярска на Яндекс. В ответ мне пишут, что деньги не пришли. Я обратился к техподдержке Яндекса, где мне сказали, что деньги на кошелек зачислились. Посылку отправлять не хочет. Прислал убитый телефон за цену работоспособного аппарата. На Авито зовется Денисом. Присла похожий, но утопленный телефон. Причем жертвами обмана становятся и продавцы. В такой схеме якобы покупатель обещает купить товар. И чтобы понравившуюся вещь не продали кому-то другому, предлагает внести предоплату. Сначала мошенник просит номер банковской карты. После этого на телефон приходит СМС с неким кодом, без которого якобы нельзя осуществить перевод. На самом же деле этот код для доступа к интернет-банку. То есть к вашим деньгам. В 2016 году 276 граждан приобретали какие-либо товары в сети интернет, добровольно переводили злоумышленникам на счета деньги, однако в дальнейшем желаемый товар не получали. На сумму порядка 13 миллионов рублей жители нашего региона оплатили несуществующие товары. Еще 149 преступлений совершены в отношении граждан, которые сами выставляли объявления о продаже. Ущерб от подобного рода преступлений составил порядка 6,5 миллионов рублей. При этом к правоохранителям обращается далеко не каждый пострадавший. Заявление в полицию пишут только, когда сумма ущерба действительно существенная. Силовики напоминают, стоит насторожиться, если цена ниже средней, слишком активный интерес к товару, просьбы о предоплате или требования сообщить номер банковской карты. Казалось бы, очевидные вещи, но количество преступлений в сфере интернет-продаж растет с каждым годом. Ольга Качкрова, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.